Теория контрактов — это относительно молодое направление в экономике. Оно стало активно развиваться в 70-х годах прошлого века. Лет сто назад экономисты не так много внимания уделяли тому, как люди реагируют на различные стимулы и, соответственно, созданию стимулов для какого-то оптимального с какой-то точки зрения поведения. А вот в последние трети прошлого века этот вопрос стал в центре внимания экономики в целом, пожалуй. И недаром много Нобелевских премий, врученных в 90-е годы прошлого века и в этом веке присуждены именно за экономику стимулов, экономику информации или теорию контрактов. Это близкие области и границы между ними провести достаточно сложно. Но сегодня я расскажу в основном именно о теории контрактов. В ноябре 2014 года журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг наиболее высокоплачиваемых менеджеров в российских компаниях. И оказалось, что они получают многомиллионные зарплаты, как, в общем, и в прошлом году, и во все предыдущие годы. Зарплаты топ-менеджеров в Америке еще выше и в Европе они достаточно высоки. И встает резонный вопрос, справедливо ли заработаны эти деньги и не зря ли эти сотрудники, в общем, нанятые сотрудники компании получают такое высокое вознаграждение, которое на порядке превышает вознаграждение наименее оплачиваемых коллег в их компаниях. Теория контрактов дает некоторые ответы на этот вопрос или, по крайней мере, дает подходы, в рамках которых такие вопросы можно исследовать. Пожалуй, наиболее простая и наиболее емкая модель в рамках теории контрактов – это такая простая модель, которая называется «принципал агент» или «начальник подчиненный». В этой модели действуют два лица, у каждого из которых есть определенные интересы или предпочтения. И для того, чтобы ситуация была интересной, эти интересы должны в какой-то мере расходиться, должен быть конфликт. Этот конфликт не означает, что речь идет об игре с нулевой суммой и подчиненный стремится навредить начальнику или наоборот, но кроме определенного пространства для сотрудничества есть и противоречия. Ну, например, начальник хотел бы, чтобы подчиненный работал побольше и при этом платить ему поменьше. Подчиненный хотел бы, соответственно, побольше отдыхать и получать высокую зарплату. То есть налицо определенный конфликт. В такой ситуации у начальника встает вопрос, каким образом он может создать для подчиненного стимулы действовать в собственных интересах. Есть красивое, довольно абстрактное решение. Начальник может продать проект подчиненному, то есть организовать своего рода франшизу. Подчиненный заплатит начальнику фиксированную сумму, а сам станет конечным бенефициаром этого проекта и будет получать, соответственно, все выгоды и все издержки. На бумаге это решение выглядит очень красивым, но кроме очевидных проблем с реализацией такого решения, у него есть и серьезный концептуальный изъян. Дело в том, что в такой ситуации подчиненный возьмет на себя весь риск, связанный с проектом. Начальник будет полностью застрахован от риска, в то время как обычно, когда мы думаем о каких-то примерах начальников и подчиненных, разумно считать, что подчиненный гораздо отрицательнее относится к риску, чем начальник. И разумнее было бы, чтобы существенную часть риска взял на себя именно начальник, а не подчиненный. Поэтому это решение не работает. Ну, что же в такой ситуации можно сделать? Если бы усилие подчиненного можно было контролировать, то опять же проблема не возникла бы. Несмотря на конфликт интересов, начальник просто заставил бы подчиненного сделать то, что в его интересах. Однако, конечно, в жизни это не так, и во многих ситуациях подчиненные действуют на свое усмотрение. При этом их действия имеют существенные последствия с точки зрения начальника. Тогда начальник может попытаться измерить какие-то показатели, которые дают ему информацию о действиях подчиненного. И в зависимости от этих показателей в большей или меньшей степени вознаграждать или наоборот наказывать подчиненного. Есть такая знаменитая теорема в теории контрактов, которая принадлежит Бенкту Хольмстрому, теорема достаточной статистики, которая говорит о том, что в такой классической постановке задачи с оппортунистическим подчиненным начальник должен использовать всю доступную информацию, которая помогает ему судить о действиях подчиненного. И наоборот не включать в определение компенсации те факторы, которые не находятся во власти подчиненного, потому что это наложит на него только излишний риск и не поможет стимулировать его действия. Это классическая модель, но есть много ситуаций, в которых такая простая схема не работает. Ну, почему это так? Представим, например, ситуацию, в которой подчиненный работает сразу над несколькими заданиями или он должен прикладывать усилия разного рода. Ну, например, он вытачивает какие-то болванки на станке и одновременно должен за этим станком в какой-то мере ухаживать, должен подливать туда масло и вообще всячески заботиться о его сохранности. В такой ситуации, если ввести сдельную оплату, которая стимулирует подчиненного работать очень усердно, проблема будет в том, что он совершенно забудет о своей деятельности по поддержанию работоспособности станка, и станок скоро сломается. Поэтому создание сильных стимулов, которые диктуются в простейшей ситуации, о которой я говорил выше, здесь уже не будет работать. Когда речь идет о каких-то многомерных усилиях, схемы стимулирования сопряжены с различными рисками для начальника. Ну, например, если мы будем думать об учителе и будем платить ему в зависимости от того, какие результаты на ЕГЭ показывают его ученики, если эта зависимость будет очень сильной, то, наверное, такой учитель наступит на горло собственной песни и все свои усилия направят на то, чтобы готовить учеников именно к ЕГЭ, и забудет о том, что нужно им прививать критическое мышление, и вообще учить их вещам, которые трудно поддаются измерению. Еще один важный сюжет — это ситуация, когда не существует объективных оценок результатов труда условного подчиненного. Ну, представим себе, что мы заказали портрет художнику, и никакой третейский судья не поможет нам определить, насколько этот портрет хорош, потому что этот портрет должен быть хорош для нас, для заказчика. В такой ситуации тоже возникает проблема, нельзя апеллировать к суду, и создать символы достаточно сложно. На выручку приходят различные репутационные механизмы. В теории контрактов говорят о так называемых отношенческих контрактах, которые возникают в ситуации, когда условный начальник и условный подчиненный взаимодействуют на протяжении достаточно длительного времени. Тогда оба они будут ценить сотрудничество, которое между ними возникает, и доверие, которое возникает в результате успешного сотрудничества, и дважды подумают перед тем, как повести себя оппортунистически. То есть подчиненный будет стараться не сочковать, а начальник, соответственно, не экономить на бонусах и не пытаться обмануть своего подчиненного. Итак, как я и говорил, в классической экономике стимулам уделялось не так много места. Интерес к ним существенно возрос в конце шестидесятых-семидесятых годов прошлого века. И он связан прежде всего с именами Вильяма Викри, Джеймса Мерлиса, если мы говорим о теории оптимального налогообложения, которая на самом деле тоже связана с теорией контрактов и, безусловно, относится к теории информации. А также Жан-Жак Лафона и Эрика Маскина, Бенгта Хольмстрома и Жанна Тироля, Оливера Харта и Джона Мура и целого ряда других исследователей. Многие из вышеупомянутых экономистов получили Нобелевские премии. Кого-то я, может быть, не упомянул, но действительно это теория, которая переживает свой бум в последние 40-50 лет. Скажу несколько слов о приложении теории контракта. Я уже говорил о том, что это теория, которая позволяет думать о том, как правильно структурировать вознаграждение работников. Неважно, речь идет о простом рабочем, который может получать фиксированную или сдельную оплату, или о топ-менеджере, схема вознаграждения которого гораздо более сложная. И там решается вопрос как о величине вознаграждения, так и о том, следует ли ему платить бонусы наличными или акциями компании, или давать опционы на право покупки акций, ну и так далее. Но кроме управления персоналом, в важной области применения теории контрактов относятся экономику регулирования. И именно за свой вклад в теорию регулирования в духе теории контрактов, в духе новой информационной экономики получил в 2014 году Нобелевскую премию французский экономист Жан Тироль. Новая теория регулирования была разработана Тиролем совместно с Жан-Жаком Лафоном, и, безусловно, они вдвоем получили бы эту премию, если бы Жан-Жак Лафон дожил до этих дней. Другая важная область, которая не относится собственно к теории контрактов, но примыкает к ней, это теория аукционов. Это, безусловно, область в рамках информационной экономики, и техника анализа моделей в этой области, в общем, похожа на теорию контрактов. А теория аукционов имеет совершенно очевидные приложения, и, например, знаменитые аукционы по продаже спектра частот для телекоменационных компаний в формате 3G, которые проводились по всей Европе в начале 2000-х годов, в 2001-м году, если не ошибаюсь. Эти аукционы были разработаны профессиональными экономистами, и в некоторых странах они оказались более успешными, в некоторых менее успешными, и разница в доходах, которые принесли эти аукционы, измерялась порядками. Скажу о том, в какую сторону, на мой взгляд, эта теория будет развиваться в ближайшие годы. Это, конечно, не единственное направление, но одно из перспективных направлений. Дело в том, что наряду с развитием теории контрактов, начиная с 80-х, 90-х годов, активно развивалось другое популярное теперь направление в экономике, это поведенческая экономика, которая учитывает отклонение людей от рационального поведения, с одной стороны, а с другой стороны, уделяет повышенное внимание тому факту, что люди мотивированы не только материальными вознаграждениями, но и тем, как себя чувствуют окружающие, соображениями справедливости, общественного блага и подобными соображениями. Последние лет 10, может быть, 15, уже появился целый ряд работ, которые анализируют классические модели теории контрактов, с предположением о том, что у агентов есть определенная внутренняя мотивация или соображение справедливости тех или иных решений по отношению к какому-то кругу лиц. И, на мой взгляд, это направление продолжит активно развиваться, потому что, действительно, это, с одной стороны, соответствует духу времени, с другой стороны, несмотря на то, что целый ряд работ уже появился, многие вопросы остаются пока открытыми. Ну, наряду с этими соображениями в экономику активно проникло понятие идентичности и социальных норм. Это понятие уже не из психологии, а из социологии. И, наверное, будут интересные исследования, которые будут определять связь классических схем мотивации с альтернативными инструментами мотивирования контрагентов, сотрудников, которые связаны с развитием их идентичности. Опять же, какие-то работы в этой области есть. В первую очередь, это работы Акерлоффа и Крентон, а также Бенабу и Тироли, но, на мой взгляд, это перспективное направление, и впереди еще масса интересных исследований.